История такая. Да. Вот, она, да, такая история. Значит, я как-то был в Архангельской области, поселок Холмогоры, вот родом Ломоносов оттуда. Босиком откуда пришел? Да, откуда пришел Босиком. То есть он оттуда, а ты туда пошел? Да. И жил я в гостинице там. Мы с тобой ведь много жили в гостиницах, ты помнишь, всякие вводят гостиницы. Ну, опустим это. Да, 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 да. Там много историй, которые я тебе рассказать не буду. Вот. И, значит, гостиница, мне сказали, все очень хорошо, гостиница с удобством. Не с удобствами, с удобством, с удобством. Это окно, наверное. То есть сколько звездочек? Дверь номер был. Сколько звездочек? Гостиница, сколько звездочек, я не знаю, она внеразрядная, наверное, была. Вот. И я пошел, значит, к вечеру искать это удобство. Жил на первом этаже и в конце коридора, значит, и смотрю, М написано. Значит, тебе. Да, открываю дверь, деревянная такая вот штука, вырезано вот это очко в дереве. Удобство. Удобство вырезано. Я заглянул туда, значит, ну там яма такая, большая яма, прямо в гостинице. Я. Все они такие? Да, я, значит... Ну, я... Ну, понятно, да. Опускаем. Это мы опускаем, да. И вдруг слышу какой-то звук странный. Что-то... То есть там кто-то жил? Ну, подожди ты. Вдруг слышу, кто-то что-то свист... В подвале. Что-то свист какой-то слышу. Свист какой-то и чего-то на щеку попадает мне. Я смотрю, нет, думаю, оттуда так, яма-то глубокая. Думаю, не оттуда. А вот какой-то свист и на щеку что-то. Я смотрю, значит, в сторону и оказывается... На третьем этаже то же самое. Да подожди ты. Еще второй был этаж. Дощатая перегородка. Семенович на первом же жил. Двухэтажная гостиница. Дощатая перегородка, значит, вот так вот рядом со мной. Вот там вот такие щели. И смотрю вот за этой перегородкой. Дерьмо вот так вот... Летит. Я смотрю наверх. И вижу, что там тоже дыра. В эту же яму только со смещением. С небольшим. Потому что если... Если бы смещения-то не было, то прямо бы наголо. А так нет, они... Они ведь... Продумали. Все продумали. Все продумали, значит, здесь очко так, а там верхнее смещено. И даже сделали перегородку. А если бы еще и третий этаж был, как ты говоришь, да, Володь? Представляешь, вообще... То яма должна была бы быть вот широкая. Это дизайн называется. И я подумаю, как все продумано. Думаю, не Ломоносов ли еще это придумал. Думаю я. Вот. Ну и понял, я, конечно, что на щеку-то попадало. Потому что там вот это... Щели, и оно как-то там летело, билось вот так вот вообще. И иногда попадало, значит, мне на лицо. Турбалентное движение. Да, да, да. Да я этого не понял, что... Нет, нет, нет. И я, конечно, я сразу пошел, попросил себя говорить, не взяли. На втором этаже. В люксе. Перевели, перевели. Да, да, это уже, конечно. Перевели, да? А? Перевели вас? Нет. Мне сказали, второй этаж женский. То есть вы съехали, я так понимаю, на следующий день? Да, я на следующий день съехал. Весь в дерьме. Володя, вот... Собственно говоря, и все. Собственно говоря, и вся история. Семен, бля... Значит, история такая. Когда мне было где-то лет 10 или 11, я нашел котенка на улице и притащил его домой. Это был такой слабый котенок, у него очень плохо работал желудок. Сноперстый. Да. У котенка желудок сноперстый. Да. Нет, как раз котенок был сноперстый, желудок у него был врученой с горшок. А как выяснили, что плохо работает? Ну, потому что это было видно на каждом углу языков. И котенок, поскольку у него был плохой желудок, делал это часто, много и долго. И мы не знали, как ему этому котенку объяснить, чтобы он этим не занимался дома, так сказать, и все такое прочее. Надо было тяжело, у меня большой кот до сих пор. Значит, соседка одна сказала маме, она говорит, знаете, если этого кота вот туда вот, вот то, что он только что сделал, вот так вот, несколько раз попинать морде, вот так вот, больно, а потом выкинуть его в форточку, сделать это, так сказать, столько раз, сколько делает это кот, то где-то через неделю все будет нормально. А вы на каком этаже жили? На первом. На первом. А, тогда можно кидать. У нас вообще второго этажа не было. И вот, что я сказал, дней через семь, через восемь у этого кота, значит, вырваться иммунитет, и он уже, так сказать, будет ходить на улицу. Иммунитет к вашим ударам? Да. И вот проходит дней семь, восемь, и мы регулярно этого кота избиваем, окунаем мордой, значит, то, что он сделал, выбрасываем ему эту форточку, проходит дней восемь, десять, он продолжает исправно делать свое дело, мы его избиваем, он улетает, и вот на одиннадцатый день этот кот вдруг, сотворив вот эту очередную кучку, отбежал в сторону, бросился мордой в эту кучу, сделал вот так вот, и с криком «мяу!» выпрыгнул форточку. Что сделал? Выбрыгнул форточку. Было или не было? Вот эта карта. Вот эта, какая, вот эта, ты все запутал. Я представил себе этого кота. Да, редкий был засранен, что он говорил. Я не верю в это. А зря. Спасибо. Агитпояс, это было много-много лет назад, агитпояс в ЦК в ЛКСМ. Мы объезжаем «Золотое кольцо», ну, города Муром, Покрова-Нанейрли, Боголюбово, Гусь-Крустальный и так далее, объезжаем. Ну и, короче говоря, у нас в конце программы, значит, должны все выходить, так скажем, актеры 15 социалистических республик. Вот, ну и у нас так получилось, что заболел, заболел один, так скажем, мальчик с татарией, очень хороший актер, заболел на этом гитпоезде. А нужно обязательно, это был заключительный концерт, нужно было обязательно выступить, обязательно, чтобы отсветить, потому что был, мы, по-моему, выступали в Боголюбово, был первый секретарь, нужно было обязательно, чтобы все 15 социалистических республик вышли. Это был, по-моему, номер девятый, татарская песня, значит, я не помню, но все ко мне знают, что у меня со слухом, у меня музыкальный слух. Да, мы сегодня в этом убедились. Это я вам еще покажу. Это цветочки, это цветочки. Знают, что у меня музыкальный слух, я схватываю все очень быстро, но через час забываю, но это не важно. То есть мне должны были сказать, что за мелодия, я должен был ее спеть, и все, после этого расходимся. Они говорят, Юра, ты очень похож на него. Я говорю, как, ну вот этого татарина немножко так, мы тебе шапочку наденем, только, пожалуйста, спой песню. И все, я говорю, да как, а вдруг в зале, да никого не будет из татаров, я тебе умоляю, никого не будет из татаров, дали вообще. Ну как вы про, да нет у нас в этом городе, сделай, ну что, для первого секретаря и для всех окружающих было все окей. Ты зря так смотришь на меня, лукаво. Я представляю, тебя шапочка. Да, 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 да. Шапочку, значит, одели на меня, все, микрофон выходит, женщина говорит, татарская народная песня, потерялся мальчик в лесу. Ребята, у меня пот холодный, я обалдеваю, думаю, господи, пронеси меня, зачем я согласился, ну на меня нажали, я вообще человек такой подневольный, ну актер, ну что там говорить, больше говорить не буду. Я выхожу, значит, к микрофону, аккомпанемент мне сделали только ля-мажор, и женщина, значит, ушла, потому что, чтобы не уловить звук, и я начал. И смотрю в зале, да, да, еханый, когда это все это кончится, все сидят, да что ж такое. А у меня уже на три минуты песня пошла. Все, да, еханый, бабай, да что же это такое, да когда же это все закончится. Смотрю, на втором ряду мужик плачет, плачет мужик, у него слезы такие, он так, ух, на меня смотрит, и так тянется ко мне, достать не может. Хотя на втором ряду, о, а в зале все просто поднимают карандаши, да что за чудо такое, я на него начал петь. И смотрю, а он плачет, думаю, господи, ну хоть на одного человека, потому что всем пофигу, остальные с галеркой смеются, и я, тетан бай, и мне за кулисами, кончай уже, кончай, хорошо, завязывай, все хорошо. Мужик после этого кулиса подходит, после этого оказался татарин, единственный в этом городе, и говорит, я много слушал песен, но такой песен мальчик гулял по лесу, не слышал. Я подумал, что это шутка, оказалось, это единственный раз в жизни, я просто попал на слова, я уловил мелодию, уловил музыку, это действительно, я попал, я сам в бешенстве, он говорит, слушай, пойдем ко мне, у меня немножко дом есть здесь, за этим городом, выступись перед нашей родной, мы тебе машину подарим. Какой хороший песен, в случае, мальчик гулял по лесу, загрыз медведь, он от медведа бегал, на березу в лес, медведь погрыз, березу упал, и медведь сожрал. В общем, такая песня, веришь или нет?